Дороги 2018 Из Мелитополя в сторону Херсона еду Это опять-таки я поздно начал снимать Тут уже такой бред Наверное километров до десяти наблюдается Что здесь надо по всей ширине дороги петлять В прошлом году здесь дорога была лучше Вот такие вот дороги Чуть-чуть от Мелитополя отъедешь и жопа ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так продолжаем путь, Якимовский район. Вот она, адская дорога в Николаевской области. Я сегодня заехал с другой стороны, со стороны Николаева, потому что из Непра выехал, ехал на Мелитополь, дальше через Херсон, Каховку, ну как-то так, в общем. Но мне надо мимо Баштанки проехать, и вот как раз-таки из Николаева на Баштанку вот этот ад. Это жесть. Я думаю, у меня тут осталось 30 километров, а навигатор пишет, час сорок ехать. Думаю, это фигня какая-то. Да, я забыл, какая фигня. Фигня конкретная. По чуть-чуть, как бы мне тут не цокнуться ничем. Так, а может вот здесь? Блин. Так. Я просто в шоке, куда я еду вообще, блин. Это Николаевская область, чуть-чуть за Баштанкой. Направляемся в сторону села Привольное. Это... Я лучше промолчу, что это. Любимая Николаевская область. Я лучше промолчу. Дороги нет Её просто здесь никогда не было Какая-то глина Вот ещё очередной участок Счастья Под названием Дороги Попробую Сюда Такой спуск Конечно Опасный Но я думаю Он тут исторически сложился Потому что Уже надо было Где-то ездить Сюда Водопад 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 Продолжение следует... Еще одно чудо-дорога. Вот делать мне нефиг ездить здесь. Ездить сюда. Какие замечательные дороги! Ну вот, как-то так. Так, а у меня тут продолжается путешествие по чудесной Николаевской области. Последние два километра осталось. Шесть минут. Класс! Немножко ночной видеосъемки. Вот этой вот задницы, которая называется шоссе. Это, кстати, мне еще повезло. Я выехал на шоссе. Я выехал на шоссе. Да. В общем, это шоссе, которое на Николаев, но только со стороны Кировограда. Николаев-Кировоград. Кировоградское шоссе я его называю. Вот даже вот такие вот тягачи здесь еле проезжают. Не знаю, что это. Цистерна. По цветам фар эти ямы даже лучше видно, чем когда днем пытался снимать. Ну, хочу сказать, что не вся такая дорога на этом шоссе. Но несколько таких очень серьезных участков присутствуют. Но есть и очень хорошие. Там, где по 110 можно смело ехать. Но надо быть все равно на чеку, потому что они резко заканчиваются. В такое время суток оказалось сложнее ехать. Потому что под цветом фар, из-за теней, каждая яма кажется еще глубже, чем она есть. И вообще не понимаешь, как ехать. Как вообще здесь можно проехать, я не понимаю. Вот, я не один здесь такой. Есть еще другие дикие койоты. Это жопа, блин. Фух, тут надо выйти осмотреться. Фух, тут надо выйти осмотреться. Потому что не было. Продолжение следует...